Сегодня Свете Загировой из социально-реабилитационного центра в Глебово-Избище удалось побывать в пожарной части на экскурсии. Девочка знает о работе пожарных не понаслышке. Однажды она увидела, как у соседей загорелся дом. Когда мы посмотрели в окно, увидели, что дом горит. Мы сказали маме, мама вызвала пожарных. Спасибо пожарным за то, что так быстро приехали. 30 апреля – день пожарной охраны. В преддверии праздника в части номер 60 – день открытых дверей. Приехали не только дети из Глебово-Избище, еще и из Котерева и из Истринской школы номер 2. Мне интересно, как они за одну минуту одеваются? Не за минуту, а меньше минуты. Миша не читайло и сам не прочь стать пожарным. Мы спросили у него, что для этого нужно сделать. Я думаю, надо хорошо учиться и подтягиваться, быть сильным и пресс качать. О тонкостях профессии ребятам рассказывает командир отделения. Поначалу я даже не думал, чтобы пожарным стать, но у меня дядька работал замначальник отчасти. Предложил, говорит, пойдем, попробуем. Анатолий Лазаренко работает пожарным около 20 лет. Ни разу не пожалел о своем выборе. Говорит, и коллектив хороший, и зарплата. Страх огня он был в начале. Потом выработалась привычка. Много было случаев, которые закалили характер. Бывает и ДТП очень сложные. Были на ДТП, и женщина, с одной стороны, у нее рука сломана, с другой ключица, ее надо вытащить, и машина должна была упасть. Ну, вот так и не знаешь, как подойти. Сегодня истринские пожарные почтили память коллег, которые погибли, исполняя свой служебный долг. Не мог в этот день не посетить родную часть ветеран пожарной охраны Анатолий Михайлов. В армии я послужил три года один месяц, а пожарной – 40 лет. Желаю вам этого. И здоровья, и счастья. Сегодня глава городского округа Истра Александр Скворцов вручает пожарным благодарственные письма. Он говорит им спасибо. С той же неподдельной искренностью, что и девочка Света из Глебова избища. Он тоже своими глазами видел этих людей в работе. И знает, как нелегок и опасен их труд. Полина Громова, Михаил Моралов, Истра, РФ.